Приветствую всех! Заскочил в сделку на доллар-рубль в шорт. Ряд здесь есть сигналов. Значит, сделка открыта, стоп только что был выставлен. Ну и давайте разберемся, что тут к чему. Во-первых, технические сигналы. Маленький масштаб. Значит, гэп вниз, нисходящее движение. Вот такая проторговочка. И на продолжение позиция открыта. Это первый фактор. Далее смотрим старший масштаб. Значит, здесь есть такие ускоряющиеся линии. В линии первого тренда. Она шла. Смены масштабов иногда. Линии немножко съезжают. И затем вот такой тренд. Более резкий. С 25 числа. Здесь первая линия была проведена вот так вот. Верхняя. С этой точки обедут. Первая линия была проведена так. Здесь был так ложный. И дальше сейчас происходит попытка вновь пробития этой линии. Ну и вторая проведена уже по вот этим минимумам. До нее еще дойти нужно. Ну, я как бы обе оставил, посчитав, что верхняя тоже имеет смысл. И если верхняя линия совпадает с внутридневным сигналом, тогда считаю справедливым заход в позицию. Что и было сделано. Так. Это касается в моменте именно анализа по фьючерсу на доллар-рубль. Я думаю, что здесь будет все хорошо. Стейк я пока не ставил. Ну, посмотрим немножко. И теперь более глобально. Да? Почему в принципе доллар сегодня падает? Доллар сегодня падает, потому что валютный, у валютной пары доллар-рубль есть старший брат в виде валютной пары евро-доллар. Вот она на вашем экране. Евро-доллар. Значит, евро-доллар мы можем видеть в TradingQ, либо в других различных порталах. Здесь у нас нисходящее движение. Очень сильное. С 1.24 просто колом вниз на 1.15 практически. И вот здесь есть, видим, кстати, вот объемы большие выходили. Здесь есть вот такая горизонтальная линия. Сейчас пытаются от нее отскочить вверх. Что за линия? Смотрим. Прекрасный фрактал. Последних месяцев. Вот он. Конечно же, с таким заходом издалека сразу вряд ли будет пробит. Поэтому здесь ожидался отскок. А также этот фрактал подтверждается другими уровнями вот здесь и вот здесь предыдущих лет. Поэтому прекрасный уровень, если вы вовремя заметили, становится понятно, что доллар укреплялся к евро и другим валютам в течение последнего месяца, двух, дошел до уровня поддержки. Сейчас валютная пара евро-доллар может отскакивать. То есть доллар может терять свои позиции не только к евро, но и к другим валютам, в том числе к рублю. Это значит, что фьючерс на доллар-рубль может идти вниз. Поэтому оправданно его шортануть, найдя, естественно, сигнал внутри дня. А касается евро-доллара, ну здесь перепроданность очевидная, просто адская на уровне 1.155. Поэтому здесь его, в общем-то, можно и покупать. Можно и покупать. Ну с целью на отскок здесь можно взять пол процента процент вот со всеми теми плечами, которые дают евро-доллар. И кстати, знали ли вы что? Евро-доллар чуть ли не самый высокомаржинальный инструмент. Видимо из-за того, что волатильность по нему не такая высокая, но в основном он ходит не так сильно, в последнее время он улетел, то плечо на нем выдается достаточно большое. Достаточно большое, если на фьючерсе, на РТС, на нефть плечо где-то 8, 9, ну 10 может быть. То если вы посчитаете фьючерс на евро-доллар, то на нем плечо аж 23. И кстати, по нему у меня тоже была сделочка открыта, когда я увидел то, что вам только что показал вчера вечером. Позицию открыл, позицию открыл. И вот сейчас как раз до начала записи видео начал оставлять тейк профиты. Ну и стопик, думаю куда поставить. Возможно вот сюда уже можно, либо за абсолютный лоу. Ну не принципиально. Сейчас выставим также. Ну и тейки каскадом выставлены, чтобы взять в среднем где-то примерно пол процента, наверное, на инструменте. С 23 плечом пол процента выходит в 10 процентов к вложенным средствам. Вот 10 процентов профит за один день было бы очень хорошо получить. И он будет получен, если там часть тейков хотя бы сработает. Евро-доллар же, ну достиг здесь вот этого уровня нехорошего. В общем-то в моменте исполнена цель. Надо было на него, наверное, поставить. Мы можем сейчас сориентироваться. Так. Давайте, наверное, для очистки совести вот так вот на графической цели закроем чуть-чуть позицию. Это будет правильно. Ну, доллар-рубль. Какой-то боковичок устроил. Узкий очень. 50 пунктов амплитудой. Здесь как бы ничего интересного. Пока. Просто нужно ждать. Зацепили наш топ на доллар-рубль. Он практически уже минимальный был. Пунктов, наверное, 20. Времени ждать у нас бесконечно нету. Поэтому я предлагаю просто позицию закрыть. Потому что они находятся фактически на нашей цели в процентах. И есть основания для разворота с этого уровня. Поэтому позицию закрываю. Постепенно. Лишние тейки снимаю. Да. Ну, не хотят. Не хотят, как хотят, как говорится. Итак. Полностью позиция закрыта. Значит, стоп-лосс снимаю. Да. Ради интереса, так как это инструмент все-таки у нас такой не особо торгуемый, можем с вами посчитать, что у нас получилось. Вход был по 11.56. Выход был в среднем по 11.63. Значит, профит наш составил минус 1. 0.6%. 0.6%. В принципе, 0.6% очень хороший профит. Умножайте на то плечо, которое дает данный фьючерс. Фьючерс. А это плечо 23. Соответственно, ну, 6 на 2, 12 где-то процентов. 12-13 процентов только что к счету мы прибавили. К тем вложенным деньгам, которые участвовали в данной сделке. Вот так правильнее сказать. Торгуем фьючерс на доллар-рубль. Значит, мы видим на маленьком масштабе, что актив отходит от уровня. И на более старшем масштабе видим от какого уровня. Это уровень наклонного тренда, междудневного, а также горизонтальной поддержки. Здесь мы действуем на развороте вот этих уровней и позиции открываем. Стоп и цель выставлены от этого двойного уровня поддержки. И далее ожидаем. Ожидаем. Опять-таки, либо стоп, либо цель. Посмотрим. Доллар чуть-чуть не дошел до нашей цели. Я думаю, что... Я думаю, что можно позицию немножко прикрыть. Потому как вот недоход до нашей цели, это погрешность. Совсем чуть не дошли. И плюс, конечно же, вот этот уровень горизонтальный. Видите, ранее пробитая такая полочка. От нее могут развернуться вниз. Доллар продолжаем мы ожидать. Немножко снизили риск. Закрыли одну треть позиции на уровне. Зафиксировали стоп на остаток. В общем-то, я скорректировал. Ожидаем. Потихонечку ползет доллар вверх. Совсем чуть-чуть до второго тейка остается. Обновить вот этот локальный максимум. И там наш второй тейк нас поджидает. Так, ну и вот, похоже, приходит время закрывать нам позицию. Остаток по доллару. Видите, какая борьба на уровне желтеньком происходит. 62.400. 15 где-то. 410. США все ближе и ближе. Рынок все более нервный и нервный. Это классика. Поэтому буквально мгновение. И принимаем решение. Не может рынок определиться. Трехминутка очередная закрылась. Новая вот открывается. 16.18. Так, ну что ж, у нас остается 5 минут до открытия США. Уже меньше. Доллар просто впал в анабиос. Амплитуда у него 30 пунктов. Уже последние 25 минут, в общем-то, с 16. И никуда он не идет. Хотя у нас, казалось бы, тейки и стопы уже совсем рядом, совсем близко. Не хочет. Поэтому я предлагаю его закрыть. И, в общем-то, в принципе, наверное, закрыть торговлю на сегодня. Был ряд хороших сделок. Увидите все это в отдельных видео. Которые в последнее время пускаем. И поэтому... Посмотрите внимательно. Следите за нашим каналом. 4 минуты, чуть меньше, до открытия США. Просто никуда не двигается. Просто вот никуда. Смотрите. Уснул. И объемы какие. За 3 минуты. Наторговали. Там 2 тысячи контрактов, 3 тысячи контрактов. Знаете? Ну, это совсем мелочь. Вроде оснований особых нет закрываться, да? И по цели не берут нас. Наклонную чуть-чуть я перестроил. И ее вроде как не пробивают. Цепляются. Хочет доллар в отскок, как будто повыше сходить. Итак, 3 минуты у нас остается до открытия США. Параллельно там нефть от своего максимума дня покосилась немножко вниз. Доллар на это вроде должен реагировать, но особо мы видим, что не реагирует. Но, видимо, дожидаются они просто открытия западной площадки и потом уже пойдет движение. Естественно, никуда оно не денется. 2 минуты до открытия США. А вот все там же. Так, остается минута. Всего лишь минута. 60 секунд. Уже меньше. Итак, США открывается через несколько секунд. Поэтому позицию полностью закрываю. Стоп снимаю. И, ну, что поделаешь. На США оставаться очень опасно. Может быть резкое движение цены. Могут сбить по стоп-лоссу. Поэтому позицию мы закрыли ровненько на желтенькой линии. Что ж, тейк мы взяли. От важного, между дневного, горизонтального и наклонного уровня закрылись в целом неплохо. Около 100 пунктов собрали плюс-минус. Скорее плюс, чем минус. А уровень это был вот такой. Вот здесь вот горизонталь. Ну и наклонная линия тренда, которая идет вон аж откуда издалека в течение недели. На этом отскойке мы и сработали. Что ж, с этим я вас и поздравляю. По-моему, вполне неплохая сделка у нас прошла. Особенно в совокупности с другими за день дают неплохой результат. А какие были еще сделки, смотрите на нашем канале. И спасибо за внимание. До скорых встреч. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»